Приветствую тебя на полезном канале! В этом видеоуроке ты узнаешь, как распознать сердечный кашель и почему он требует безоблагательного лечения Сердечный кашель — это не самостоятельная болезнь, а специфический медицинский термин — условное обозначение симптома, который появляется на фоне патологии сердца и сосудов и никак не связан с заболеванием дыхательной системы. Откуда берется сердечный кашель? Когда циркуляция крови по кровеносной системе нарушена из-за отклонений в работе сердца, то в определенный момент кровь может застаиваться в легких и возникает кашель. И самое главное — никакие сиропы, микстуры, ингаляции не могут повлиять на этот симптом, ведь образование кашель абсолютно типичное в сравнении с бронхитом или пневмонией. Застой крови в малом легочном круге кровообращения, возникшей на фоне сердечного заболевания, способствует образованию сердечного кашля. Среди причин сердечного кашля наиболее распространенным являются следующие заболевания. Признаки сердечного кашля Сердечный кашель всегда сухой. На последней стадии сердечной недостаточности может появляться мокрота с кровью. Учащается вечером и даже ночью. Одышка при небольшой физической нагрузке и иногда в состоянии покоя Постоянное чувство нехватки воздуха Частые головокружения, обмороки Отечность и потливость Учащенный пульс, нарушение сердечного ритма Боли в области сердца и правом подреберье Анфаркт миокарда или легкого сопровождается острой болью, затрудненным дыханием и кашлем с кровяной мокротой. При сердечной астме сухой раздражительный кашель Учащается в горизонтальном положении Сухой кашель без остановки в сочетании с болями в области сердца и под лопаткой, характерный для перикардита, легочной гипертензии, разрыв бронхиальных сосудов. Кашель с кровью бывает при пороке метрального клапана и закупорке легочной артерии. Самостоятельное лечение сердечного кашля не рекомендуется. Первое, что нужно сделать, чтобы убедиться в сердечной патологии, — это обратиться к врачу, который назначит специальные методы диагностики. Диагностика сердечного кашля Рентген легких и ЭКГ Эхокардиограмма для исследования структуры сердца Через пищеводная эхокардиография Детальное исследование структуры сердца на наличие внутрисердечных тромбов Коронарография Биохимические анализы крови на сывороточной кариатине, на гормоны щитовидной железы Анализ мочи для диагностики гипертонии, вызванной почечными болезнями Самостоятельное лечение сердечного кашля народными методами может усугубить проблему. Резные патологии требуют разного лечения В одном случае достаточно лекарственной терапии, а в другом показано хирургическое вмешательство. Лекарства, которые применяются в лечении, необходимы для расширения сосудов, устранения повышенного давления, улучшения процессов обмена веществ , снижения отечности, нормализации сердечного ритма и профилактики образования тромбов. К ним относятся вазодилотаторы, ингибиторы АПФ. Только в случае коронарного атеростероза применяются полигиполипидемические препараты для предотвращения откладывания жиров на стенках сосудов. Если болезнь не поддается консервативному лечению, кардиолог принимает решение о хирургическом вмешательстве. Иногда это последний и единственный выход. Основные хирургические процедуры — протезирование искусственным клапаном, аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика. Напиши нам в комментариях, как тебе удалось укрепить сердечную мышцу и забыть про одышку. Мы будем благодарны за ценный совет. Желаем тебе всегда оставаться здоровым и жить долго. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал. Нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями. Пока! Пока!